Не забудь про халяву. В описании, где написано «разморозка подарков» проходите и получаете скин на персонажа, скин Блэквуд на выбор и пушку на этот же класс. Подарки доступны абсолютно всем игрокам, новичкам, старичкам, не играл ты полгода или играл вот только что, 5 минут назад и всё бесплатно. Приятного вам геймплея. Берите, наслаждайтесь, как минимум для коллекции это точно неплохо. И давайте же наконец переходить к сути нашего видео. Последнее время люди очень просят меня снять видос о проблемах игры, а и собственно говоря, всю историю люди просят меня снять видос о проблемах игры, и я таких видосов уже наснимал. Ну собственно говоря, а на чём мы и хайповали. Поэтому хайпанём немножечко и ещё раз. Хотя по-моему тема для хайпа-то уже такая, знаете, слишком избитая, но тем не менее, поговорить об этом действительно стоит. С момента прихода разработчиков Allot Steam, сейчас они Astrum Entertainment. Понятно, а вообще, как бы это загадочные разработчики, реально. Вот кто из вас знает этих разработчиков? Вот раньше у нас был там Миша Хаймзон, мы его знали. Мы кого-то по именам, кого-то нет, плюс-минус видели, знали его команду. Что это за люди, о чём они говорят там, как они высказываются. Мы понимали ход их мысли, мы понимали, куда действительно проект движется. Сейчас вроде как тоже мы понимаем, но как-то через третьи руки мы не видим этих людей. Кто они, что они, как бы вообще совершенно непонятно. У нас был один стримчанский, по-моему, да, где один из разработчиков объяснял про систему модификации, затирал про неё. Помните, та самая первая версия, где моды вообще надо было выбивать а-ля как какого-нибудь MMORPG. То есть просто там коробка удачи, типа такого, там, выпадет, не выпадет у них. Ну, там как бы народ сказал всё, что думают по этому поводу, и, судя по всему, после этого они все эту деятельность свернули и решили оставаться инкогнито. Ну, мало ли кто-то там лицо запомнил. Нет, я, нет, нет, как бы нет, я такое осуждаю. Но вот как-то так. Поэтому, когда нет прямой связи, как бы тет-а-тет, знаете, немножко сложно понять, что вообще происходит. Но я у нас, сутка, ничего хорошего. Ладно, шутки в сторону. Итак, какие у нас сегодня имеются проблемы? Вы знаете, вот когда пришли к нам аллоды, сейчас они астрамы... Не важно, как они называются... Вот новые разработчики... Просто новые разработчики. Они, знаете, решили на самом деле такие вот старые проблемы игры. Я без шуток это говорю! Помимо того, что они принесли новые проблемы, с ними очень серьёзные проблемы появились... Они решили старые проблемы. Например, у старых разработчиков не хватало яиц на то, чтобы, например, нерфануть снайпера. Вы помните, какой раньше снайпер был? Возчитаете, что он сейчас имба? Возь часы, вы помните? Вы помните, как вот люди с Кракена просто, сука, уничтожали всё живое на карте? А разработчики говорили, ну типа так и должно быть, а в других играх, да ни в каких играх такого не было, ни в какой КС-ке такого не было, ни в какой колде, ни в батле, нигде такого не было. Это был просто, сука, переапанный до ужаса, до ужаса класс. Нынешний штурмовик с СТК даже отдыхает по сравнению с ним. Снайпер был просто лютейший имбой, абсолютнейший. Это просто вот, реально, профессиональный снайпер, он даже другим профессиональным игроком, по-моему, в более чем 50% случаев, на ближней, сука, дистанции он не контрился, понимаете, он не контрился. Все эти разговоры, которые там снайпера наши, типа кибершпроты, затирали. Да, снайпера надо зонить дымами, да пятое, десятое, это только они так говорили. Вы в других, послушайте, профессионала в то время тоже, что штурмом, медиком, инжом играли. Все говорили, кроме самих снайперов, что это лютая имбай, это хрень полная, его фиксить надо. И только Алоды это сделали. До них разработчики чё-то яйца мяли, всё никак не доходило. Правда, надо сказать, Алоды как бы тут перегнули, они вообще ему АВП дали. Ну, как бы, я это не одобряю, серьёзно, я не одобряю. Я говорил, надо делать очень медленный темп стрельбы, даже медленнее, чем сейчас, но сохранить быстрый зум, хотя бы на уровне Макмиллана. Вот у меня такое странное видение баланса. Ладно, о балансе мы как-нибудь в другом видео поговорим. Если хотите, я сделаю видео, если бы я был админом Warface. Это популярное видео, делал каждый, наверное, кроме меня. Если бы я был админом Warface. Очень много интересного могу вам рассказать. Я по разным параметрам везде предлагал. Тут могу всё в одно видео собрать, сука, и будет вообще сочно. Да. Опять меня куда-то везёт. Боже, какой душнило. Ты вообще зацнись, сука, тебя никто не спрашивал. Вот, в общем, новые разработчики, как бы, новая метла по-новому метёт. И, как ни странно, они много полезного сделали. И контент, и карты пошли, короче, пятое, и десятое. Правда, потом моды пошли, как бы, ну, были косячки, но тем не менее. И теперь давайте скажем честно, что, как бы, несмотря на всё, надо признать, в плане контента, нового дыхания, они красавчики. Они старых переплюнули. Не потому, что они лучше, чем старые разработчики. Понимаете, старые разработчики просто всё, как бы, ресурс исчерпан. Они устали, они выдохлись, они, как бы, ну, это бывает, это нормально, надо менять команду. Это допустимо, понимаете? Это допустимо. Это как иногда надо менять работников на каком-то предприятии. Эти здесь заработались, их можно в другое место перевести, там, на другую должность. Это нормально. Всё, чтобы, как бы, вот этой слишком большой рутины не было. Они потеряли, вот, им пора что-то новое делать тем разработчикам, которые Blackwood'ы были. Им надо работать над новым проектом. Это нормально. Здесь всё. Здесь их ресурс выработан. Чисто на эти такой креативный, психологический, творческий ресурс закончился. Это не трагедия. Просто пора им заниматься чем-то другим. А на их место, собственно говоря, пришли Алоды. Они же сейчас Астром Интертеймент. Вот эти наши пацаны. Мальчики и девочки, собственно говоря. Да. Но при всех тех моментах, я их нахвалил, они молодцы. Да, у них есть один большой косяк. У них есть огромный гигантский косяк. Это техническая часть. И вот в этом плане они старым разработчикам уступают просто пипец как. Так, первое. Они, конечно же, вынуждены копаться в коде тех старых разработчиков. Тут я их прекрасно могу... Нет, я их не могу понять. Я не занимаюсь, собственно говоря, ни программированием, ни геймдизайном. Вот. Но, как бы, я общался и общаюсь с людьми, которые разрабатывают игры, разрабатывают моды, работают с разными движками. И наслышанно прекрасном движке. Край-энжин. Все. Там вообще, короче, там просто изначально в самом движке костыли стоят. А уж если дальше, там вообще темный лес густой, короче. Прямо непроглядный, непроходимый. Но это только одна проблема. Есть вторая проблема. Как-то было замечено, что, по-моему, честно говоря, Astrum Entertainment на технические проблемы, ну, немножко кладет с прибором. Бывает такое, да, у пацанов. Не то чтобы, да, они переживают. Но, вы знаете, у меня такое ощущение складывается, что они как-то не придают такого значения вот этим багам, проблемам каким-то, которые возникают в игре. Вот у прошлых разработчиков в плане каких-то критических ошибок, косяков, там, долгих закрузок, вылетов, у них прямо вот, у них до трясучки было. Вот Миша говоришь, Миш, у нас жопа. Миша пошел сразу шерстить, у него чуть ли не паника на стриме, начинает сообщать кому-то, писать там. Все, то есть там прям подход такой, что вот серьезные баги, прям серьезные, да, которые прям очень бесит игроков. Там все, там прямо моментально, вот прям пожарная команда, сука, летит, пытается как-то разбираться. Здесь, честно говоря, такого я не вижу. Игроки сколько бомбили на черный экран, сколько эта, сука, продолжалась, я не помню, ну, по-моему, месяц, полтора, около двух, я в шоке. Ты реально душнила, какой смысл бомбить на черный экран, если его уже починили? Да есть смысл бомбить на черный экран, да, его подфиксили, понимаешь, Кэп, но сколько его фиксили. И главное, как бы, ни туда, ни сюда, типа, да, мы знаем, пятое, десятое, пока большинство, по-моему, ютуберов не записали. Пока у нас игроки другие не бомбанули, как бы, ну, прям вот массово прям, ну, очень сильно негатив не пошел, как-то работа не ускоряется. Я верю, что она велась. Но я уверен, что у такой компании, у такого количества сотрудников можно было еще кого-то откомандировать, кто-то работал, не знаю, где-нибудь еще кого-нибудь найти, чтобы Коди покопался, посмотрел. Да по-любому, блин, ну, можно было решить это быстрее. Вы понимаете, в этом проблема. Дополнитель, даже человеческий ресурс, как я понимаю, он не выделяется на технические проблемы. И эти проблемы почему-то как-то вот, они иногда убираются в долгий ящик. Это трагедия, ребята, это жопа. Боже, Рокутагин, для Варфейса это вполне нормально. Да нет, Кэп, ненормально. Ну, то есть, черный экран, который реально, вот я, понимаете, я вот эти полтора-два месяца, я вот просто слушал, читал в комментариях. Вот если разработчики, если кто-то из вас заморочится, можете подсчитать под моими видео. На этом канале, на втором канале, ссылка в описании на второй канал, там сборки я снимаю, развлекательные видео по Варфейсу, по сталкеру. Там можно почитать в комментариях, можно найти, я так не один раз такие комментарии замечал. Типа, я хочу поиграть в Варфейс, Рокутагин, твои видео вдохновляют, снова зайти, попробовать игру, пятое, десятое. Я зашел, подождал там что-то несколько минут, черный экран, игра у меня не запустилась. Я вышел, все, ну как бы понятно, я удалил ее. То есть, вот, вы потенциально потеряли клиента, который еще неизвестно сколько бы в эту игру занес. Он вам бы выгоду, он как бы зарплату принес, деньги на проект, и вам, и на развитие проекта, вообще как бы. То есть, все. А получилось жопа, получилось полная жопа. И вы таких, я уверен, очень много потеряли, вот очень. Почему это у вас не вызывает паники, я не понимаю. То есть, смотрите, вы работаете, например, с ютубером, с нами, мы рекламируем там, допустим, игру. Вот, то есть, все как бы, да, все честно, как бы, все, 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 хорошо. Но, типа, мы рекламируем игру, но при этом игрок не приходит в эту игру, он не играет. Хотя он сам хочет, он не против, он хочет поиграть, ему хочется поиграть, мне хочется там, многим другим. Человек хочет поиграть. Он видит черный экран, он не понимает, что это там надо подождать там минуты 3-4, может 5, у кого как. То есть, и все, и все, вы потеряли игрока, понимаете. Вы потеряли его не из-за доната, вы его потеряли не из-за какой-то жопы, вы его потеряли, сука, за просто из-за черного экрана. Потому что игрок думает, что все, у него не запускается игра. Потому что, ну, современный игрок, он не может себе такого представить, тем более, если у него нормальное железо, например, там, SSD-шник М2 какой-нибудь стоит, там, PCI-4-0, а у кого-то вообще 5-0. Он не может себе такого, понимаете, не может себе игрок с современным железом, иногда даже люди топают, ой, давно не играл, пойду в Warface поиграю. Он так что Warzone запускал, а у него запускается, сука, я не знаю, быстрее, чем вы успеете 10 слов сказать. Вот, а она уже, у него уже игра запустилась, он уже, сука, в капке, уже ищет у него в лобби. Вот, а тут Warface запускается 5 минут с черным экраном, и что-то не прогружается, ну, все, альты в 4, до свидания, удалить игровой центр. Вот так человек думает, он просто не понимает, что, как бы, это норма. Помимо этого, должен заметить, у нас какая-то странная хрень пошла с обновлениями, я не знаю, как это работает. Это касается обновления, там, ПТС, обновления клиента игры. У нас, вспомните, Фэнтези Лигу последнюю, у нас команде дали техническое поражение за то, что киберспортсмен очень долго скачивал, ну, там, на самом деле, не столько скачивал, он устанавливал долго, как я понимаю, обновления игры. Мы такое тоже сталкивались, ютуберы сталкивались. Причем, если у тебя, например, ну, не дай боже, допустим, хотя таких много игроков в Warface, как бы, это чуть ли не одна из основных в процентном соотношении частей аудитории. Есть у тебя жесткий диск, у тебя вообще нет SSD-шника, таких до сих пор много, представьте себе. У тебя вообще эти обновления скачиваются, устанавливаются, там, полвека. Ну, серьезно, хотя многие другие игры современные даже, на HDD, ну, плюс-минус, все-таки нормально устанавливаются, обновляются, все. Если у тебя SATA 6 какой-нибудь SSD, ну, дело уже пободрее пойдет, но это будет тоже долго. И быстрее идет с M.2 SSD, вот у меня, например. Например, мы с коллегой, с ютубером, он, у него, по-моему, я не знаю, SSD-шник или HDD, что у него, у него вообще долго устанавливалось. У меня, соответственно, PCI 3.0, SSD-шник M.2, у меня устанавливался плюс-минус, ну, как-то нормально. У кого-то, может быть, там, еще быстрее, еще лучше. Но, вы понимаете, то есть, если вы хотите плюс-минус, чтобы как-то Warface более-менее нормально обновлялся, у вас должен быть M.2 SSD, извините меня, это только на новых сборках компов сейчас делается в основном. Я свой, когда SSD-SSD M.2 ставил, в каком это было, в девятнадцатом году, по-моему, в восемнадцатом-девятнадцатом году, блин, тогда не каждый это себе мог позволить. А у многих компы, они, там, семилетней давности. Как вы предлагаете этим людям вообще? У них, если SATA SSD есть, это вообще хорошо. То есть, ну, вообще, с обновлениями тяжко, сука, реально, игра, как будто полгода у некоторых ставится. Она там, она скачивается хрена знает сколько, она час обновляется, это тоже проблема. Я не верю, что, как бы, типа, игра стала больше. Нет, она такая же, она вот с уходом Blackwood, там, обновления не стали намного больше по объему. То есть, это какой-то косяк у вас, у вас косяк в обновлениях. Это не косяк, я уверен, людей, не их железо, это косяк клиенте игры, а точнее, системе его обновления, в инсталляторе, как он там называется. Проблема кроется именно там. Как вы видите, у нас проблема не только в чёрных экранах, у нас ещё, как минимум, до сих пор есть актуальная проблема. Ну, допустим, понятно, что со временем они это пофиксят. Есть ещё какие-то замечания? Да, мне есть ещё что сказать. Далее, друзья, это пинг. Как-то странно. То есть, пинг, который, как бы, появляется из ниоткуда. Да, я именно об этом пинге говорю, я не говорю, а пинге тем, типа, как всегда у нас люди нули. Ой, у меня пинг, 20 урон не проходит, фигня, ребят, поверьте, у меня пинка 24-х, там, до 40-ка. И всё прекрасно проходит. Да как бы тут вообще не в это, 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 это... Если у вас пинг, ребят, меньше 50-ти, ну, честно, ну, вот правда. Я в Москве жил, играл с пингом, и здесь 5, или там, 3 у меня, по-моему, 3-5 было. И сейчас я живу в Краснодарском крае, у меня до 40-ка с ищем доходит пинг. Да всё то же самое. Всё то же самое, я не вижу разницы, вот серьёзно. Нытьё, 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 нытьё. У нас кибетспортсмены живут. В Ростове, блин, ещё дальше на юге, дальше, чем я живут. Чё-то прекрасно у них всё проходит, вообще великолепно, всё нормально. Тут от качества соединения зависит. Но в Warface появилась новая фигня, прям сочная. И она, скажем так, выдаёт себя именно по пингу. Играешь ты так, знаешь, нормально. Играешь, играешь, вот всё хорошо, вот у меня там пинг, например, там, ну, около 30-ти, там, 25-27. И так, бац, у меня пинг 80 становится. Просто 80. И так несколько минут, может быть. Потом он исчезает. Я думал, ну, может, как бы, Ростелеком. У меня, как бы, по сути, интернет так себе. Хотя меня, опять же, устраивает. Ну, как бы, тут единственный провайдер в моём Драхиласе маленьком. Тут единственный, этот, Ростелеком. В принципе, мне пофиг, я говорю, меня устраивает. И, как бы, пинг там до 8 прыгает. Потом исчезает. Потом она до прыгает. Бывает, что такого нету, например, вообще-то. Целый день, два нету. Потом опять где-то там, оп, 80, может быть, пинг. Я такой думал, ну, ладно, я на мой провайдер шалит, там, Риконекс сделаю, ещё что-нибудь. А вы знаете, я потом замечаю, что, оказывается, я играю в комнате. Я смотрю, у всех 5 палок, у меня 5 палок. А потом смотрю, у меня пинг 80. А я тогда штабчик нажму. А у других тоже что-то палочки как-то это убавились. И на днях, это как раз, по-моему, несколько дней назад, вообще, короче, была комедия. Ты просто играешь в какой-нибудь мясоподрыв, неважно, бегаешь где-нибудь, и прям у людей, знаешь, как нормально. Хренак, причём у кого-то вроде 3 компа, у меня не было 3 компа, у меня просто одна палка пинга стала. И где-то, по-моему, в нарезке, на гарике, вот на прошлом видео, я бегу, короче, стреляю, чувака, попадаю, поворачиваюсь. Просто я знаю, что он уже мёртвый, я попал чётко, я повернулся, уже бегу, там, шаг 2 делаю. Опа, приходит сообщение, он умер, короче. То есть, задержка, наверное, ну, я не знаю, какая там, пинг пишет там 80-120, но реальная задержка, пока это всё обработается, пока повернёшься, я думаю, наверное, с полсекунды будет, там, миллисекунд 500, пока тебе придёт сообщение о том, что противник убит. То есть, задержки просто страшные. Ты стреляешь в противника, поворачиваешься, ты уже начинаешь в другую сторону бежать, тебе приходит вот это вот там, крест урона, короче, ты убил, всё. И это нормально, так вся комната играла. Причём, как я понимаю, комната разная была, кто-то, как и я, там, с юга, кто-то с Москвы вообще, с Питера, там, неважно, вообще неважно, у всех по одной палке пинга. Нормально живём, чё? О чём это говорит? Это говорит о том, что что-то у нас по технической части, я не знаю, то ли, опять же, это у нас Алодусы, по клиенту, то есть, какие-то ошибки в клиенте, что у людей ни с того ни с сего прыг, пинг прыгает. Неважно, у них был пинг 20, там, 30 или 50, или там у него пинг 2, блин, или 1, он живёт, блин, возле сервера. Вообще без разницы, просто пинг подскакивает. Я такого, честно, в Варфейсе, ребят, ну не помню, я не помню такого за все те годы, когда у нас были Блэквуды, они же Крайтек Киев, вот с этими ребятами таких косяков не было. Бывали какие-то проблемы с серваками, но чтобы длительное время, там, недели, месяцы, какие-то были странные приключения с пингом и, естественно, задержками, ну, я такого припомнить не могу, для меня это удивительно. Вот тут, братишка, с тобой соглашусь. И ещё, кстати, когда вернут краснодарский сервер? Да в жопу этот краснодарский сервер. Серьёзно, всё многие там, краснодарский, ребят, ну честно, вот реально, вот это только те, кто прям передёргивает, сука, на этот пинг. Вот серьёзно, у меня на краснодарском сервере там вообще почти пинга, естественно, не было, я в краснодарском крае живу. Я не играл, вот я приехал сюда, я три года, я не играл вообще на краснодарском сервере. Но это чушь полная. Вот серьёзно, он вроде как близко, у меня там пинга нет, но реально на нём лагает. Я не знаю, почему, на нём реально у меня лагало. То есть там урон хуже проходит, просто, знаешь, ты стреляешь, там, кровь из противника летит. Я переключился на московский, всё прекрасно, всё прекрасно. С краснодарского края, с пингом от 24 до 40, я на Москве играл вообще, ну как бы, если бы у меня вот эти вот все параметры, я не видел, что у меня там пинг и так далее. Я бы, как бы вот так вот, я бы и разницы с Москвой даже не почувствовал, когда я там жил. Вообще никакой разницы. А краснодарский сервер прям сразу чувствуется. Я не знаю, как на Сибири, вот как вы, сибиряки, как вы играете у вас, хорошо, нет, но краснодарский сервер мне никогда не нравился. Я просто на нём принципиально не играл. Во-первых, жопа, прям с уроном, вот с какими-то пролагами проблемы. Второе, на нём поиск долгий. И типа нафиг оно мне надо. Чтоб просто хорошие цифры пинга видеть, да мне они нафиг не нужны. Мне надо, чтоб геймплей нормальный был. Мда. Что касается, когда его вернут краснодарский сервер. Друзья, я думаю, его не вернут. Никогда. Ну это моё мнение. Нет, я ничего не буду говорить, я не буду прям утверждать на 100%. Просто вот, ну, моё мнение, прям убеждение даже. Его не вернут, это первое. Второе, замес ничего, ничего не добавят. Я могу ошибаться. Это просто моё мнение, это мой прогноз. Я думаю, что первое, это мой прогноз, не гарантия, но мой прогноз таков. Первое, краснодарский сервер не вернут Второе, заместо него ничего на юге не добавят Не добавят там ни в Махачкале Ни в Ростове Ни где-нибудь еще, короче Ни в Минводах, не добавят Просто не добавят вам никакой южной сервер Почему? Потому что на самом деле юг тут не такое Гигантское расстояние И у большинства южан в принципе Пинг какой-то вменяемый Если у вас нормальный провайдер Скорость просто, интернет нормальный Даже провайдер говно У вас все равно в районе 50 максимум будет до Москвы Ну, может у кого-то больше, конечно Но вот так вот в среднем будет от 25 до 50 плавать И на самом деле По меркам в целом шутеров Этот пинг не особо большой Ну что говорить, у нас население Постсоветского пространства, блин Играет в какую-нибудь варзону на европейских серваках С серваках с пингом на 70-80 А то и 90 Почему-то их устраивает так в целом Поэтому, нет, на самом деле Был неплохо, но Мое мнение пока что такое, если не произойдет чудо И прям онлайн варфейса не взлетит в небеса Я думаю, что как бы Никакого краснодарского сервера И никакого другого южного вы не увидите Это мое мнение Ну как бы Я пока склоняюсь именно к такому развитию событий Там посмотрим Но, как мы видим У нас еще Есть одна причина Побомбить на разработчиков И упрекнуть их В том, что у нас вот еще проблема есть Какая-то сетевая Вообще сетевые проблемы Как-то в последнее время в варфейсе Честно говоря Вот Они Понимаете, да? Они обострились Ты бежишь, пинг нормальный То есть, вот у меня там Года два назад Пинг такой же был, как сейчас Все Примерно, в целом, обычно Бегу Как-то урон плюс-минус проходит Сейчас на урон Люди жалуются намного чаще Жалуются к тебе спортсмены У которых там Некоторые У них там У них там суперкомпьютеры Провайдер Выбран уже, сука Тестирован Кто-то живет в центре Кто-то на юге Неважно У всех у них проходил урон Там, года полтора Два назад Все было прекрасно Тут вообще жопа Как бы, ну То есть, все Их, не их компы мощные Ничего не помогает Как бы Они Сосопавляшвили делают Просто устреляют Там кровь летит Надо что-то решать, ребят Что-то, что-то Вы там где-то накосячили Может, это не Алоды Может, не вы Может, это инженеры Из технического отдела Где там серверная находится Но проблемы имеются Однозначно Может, надо что-то С провайдерами решать Но решать надо Решать надо Потому что проблемы имеются Я думаю, вот Зрители напишут в комментариях Не дадут соврать Что-то мне подсказывает Что твой список Еще не исчерпан Еще какие-то Замечания имеются Да, еще имеются Ну, как бы Вы думали, мы закончили? Нет У нас еще есть Один немаловажный фактор И мы в целом Его, знаете, как назовем? Оптимизация Не помню, когда это уже началось Годик назад Или чуть больше Или чуть меньше В общем Давайте окунемся Опять в историю И вспомним Когда у нас были Блэкбуды Еще, по-моему Да, они еще были Я переехал К Краснодарский край Это был 2020 год Потом у нас вышли Видеокарты RTX 3070 Я себе, собственно говоря Взял RTX 3070 Я Мне, теща, подарила 2К-монитор Говорит Зять, что тебе подарить? Я говорю, теща, любимая Подари мне 2К-монитор А, говорит Не вопрос, короче Вот так вот Держи, короче По красоте у меня 2К-монитор Все нормально RTX 3070 Прекрасно Прекрасно Играю Там 300 фпс Там Что-то в этом районе Стримлю У меня монитор 165 Гц 2К-разрешение Ну, что-то в районе Там 200 с лишним Ну, как бы Запасик все-таки Какой-то имеется Процессор Юбилейный Intel 886К 8700К Собственно, это тот же самый Процессор Как бы Не идеально Процессор Уже не самый новый Был Но, в принципе В связке с этой карточкой Каким-то образом Он плюс Нейнормально Как-то работал Загружал Хрен знает Все было прекрасно То есть Какой-то даже Минимальный запас Еще оставался Однако Приходят наши доблестные Astrum Entertainment Ребятки Алоды И начинают проводить Свои вот эти Реформы Улучшения графики Во-первых Они в начале Вы так сделали Что у нас полностью Шейдеры Стали странно работать Они у нас оказывается Стали влиять на освещение Раньше они вообще Никак не влияли Я-то не помню этого Друзья Чтобы у нас У нас параметр яркости Который был Он вообще перестал работать Максимально выкручивай Минимально выкручивай Ничего не меняется Зато шейдеры Которые с одной стороны Реально мешают Соревновательному геймплею Стали влиять на яркость И вот если ты ютубер Допустим Или стример И ты не хочешь с одной стороны Чтоб у тебя просто Как сварка глаза прожигала Ты должен шейдеры Хотя бы на среднее ставить Вот А лучше на высокое Тогда знаете прям Тени нормальные Освещение нормальное Вот это прям Все освещение Оно хорошее становится Но правда Как вы понимаете Высокие шейдеры Как бы на геймплее Так себе сказываются Да и на производительности В целом тоже То есть Ставишь шейдеры на низкое Все у тебя половина карт Блин Большинство все равно Моделей оружия Персонажей Какие-то все сука Дико засвеченные На некоторых картах Вообще все Просто вот как будто У тебя солнце в глаза светит Сварка какая-то Жопа Потом наши Доблестные разработчики Все таки это плюс-минус Как-то условно Починили Я говорю о том Как оно примерно Сейчас происходит То есть там есть Яркость настроечка Шейдеры уже не так Ну хотя тоже Немножко я заметил Влияет Но опять же Где-то засветы На одних картах Все равно засветы На других Все равно может темно Но уже как-то Привыкли Плюс-минус Ладно Как-то оно удобо Варимо стало Не будем сильно придираться Но нет-нет-нет Не подумайте Что они все исправили Нет Теперь Теперь вот когда я играю На той же самой системе С тем же самым Процессором С те же самые видеокарты С обновленными дровами Все нормально Все у меня прекрасно У меня на стриме До 80 фпс порой падает Он у меня там 120 нормально Ярцовку не держит Без шуток Раньше было запасом 200 там с копеечками было 165 держало легко Сейчас 120 даже не держит Где-то Просто не держит Вообще не держит Серьезно Вообще жопа Полнейшая Вот полная жопа Я из-за этого Новый системный блок Заказал собственно говоря Вот как-то так оно работает Причем на это многие жалуются Что реально А почему так фпс упал И у меня тоже вопрос А почему так упал фпс Я не вижу каких-то колоссальных Новых графических Наворотах Не знаю там Супер красивый Новый решейд какой-нибудь Новые какие-то Не знаю 8к тексту Я этого не вижу Я не вижу Как бы да Варфейс как бы Но он полтора года Два года назад Он в принципе Симпатично хорошо выглядел Нету таких прямо Значительных Разительных Графических улучшений Чтобы сука Сожрать столько фпс Как такое Вообще может быть Не серьезно Ну в пору уже Тогда в игру Добавлять ДЛСС Ну серьезно Пора ДЛСС добавлять Чтобы там Какая-то генерация кадров Дополнительная была Что-то в этом духе Там Новые вот эти технологии Все там От Нвидия Там От АТИ И так далее Ну потому что Реально вот сейчас Сейчас Многие люди Которые покупали там Систему лет 5 назад Допустим И в принципе Графика с тех пор Что-то особо не изменилось Эти люди У них сейчас Варфейс Он просто не вывозит Их 144 Моники Он просто не вывозит Вообще Он не вывозит Без шуток Раньше вывозил Еще года полтора-два назад Там нормально У них запасом было А сейчас не вывозит Я думаю Многие со мной тоже согласятся Люди в свое время Неплохо так Потратились на Системные блоки Купили Игровые Моники 144 Сейчас как бы Система так Ну как бы Цены такие на рынке Ну и вообще Как бы Вообще Ну вы понимаете Да там Биткоин Потом как бы Оно все ушло Но цены почему-то Никуда не исчезли И пока что Цены на видеокарты Вот у тебя реально Ты собираешь Системный блок И пол стоимости Всего системного блока Да нет Вообще пол стоимости Компьютера Это видеокарта Вот На всякий случай Если кто не знал Сейчас цены просто Сука конские Да вообще как бы На железо Приличные как бы ценники Я не думаю Что большинство людей Ради Варфейса побежит Обновляться Да без шуток Я вам больше того скажу Мы не так давно На стримах проходили Ну вы забыли Вы этого не увидите Там Меня бомбило Поэтому как бы Вы не увидите Этих стримов Неважно Мы проходили Дюм Этернал Пару месяцев назад Я проходил Я проходил Дюм Этернал Дюм Этернал Извините меня Но в графическом плане Он как бы В неплохом отрыве От Варфейса Но тут игра более новая И Вы понимаете Там огромные карты Огромные пространства Там шикарная графика Там прямо Там освещение просто Шейдеры Божественные Все прекрасно Это работает И на моем компьютере Дюм Этернал По моему Я на высоких даже играл Не помню То есть там Прям графон Вообще супер секс И на такой графике У меня Дюм Этернал Вообще ни разу Он просто ни разу Не провалился Ниже герцовки Моего монетов Никаких проблем Не было Никаких пролагов Ничего Вообще ничего Я когда настраивал Я по моему Не включал счетчик Когда я сам настраивал Еще до стримов У меня там за 200 улетало 240 230 Понимаете То есть вот такой у меня FPS был И тут Warface Куда более простая графика FPS просто в жопе Стрим запустил Вообще короче FPS сказал До свидания Я ухожу Вы знаете Я правда в шоке Такого как бы Никто не мог ожидать Нормально так подгорело Теперь ты все сказал Да Теперь все сказал Теперь я все сказал В общем Разработчики Игроки Зрители Я знаю Зрители кто-то скажет Вода Туда Сюда Но как бы Я должен был все расписать Сука Вот это сочно Понимаете Сочно Масштабно В деталях В тонкостях В фактах Чтобы вы поняли О чем я И как-то более Это я уверен Я не все еще разобрал Там еще куча проблем Вылет и на Поиск на Рэйме Там по 5 минут Там по 10 И так далее И тому подобное Это я только Я разобрал Знаете такие Самые критические Для большинства игроков То есть понятно Что есть там На мастере На грандмастере Поиск там 10 минут одной катки Еще не факт что найдет Я согласен Но большинство игроков Как бы потенциальных новичков В том числе Они до этого мастера До грандмастера Не скоро докачаются А некоторые Никогда будем честны Ну как бы будем говорить Как оно есть на самом деле Поэтому Для них важнее Понимаете Вот этот нормальный комфорт Ты вошел в игру играешь До недавнего пора Вот я на полтора-два месяца Мне кажется Многие потенциальные новички Очень многие Они вообще Как бы в эту игру Так и не зашли Потому что черный экран И они не понимают Что происходит Понимаете Для них это вообще Просто не может Такое дойти До современного человека С плюс-минус нормальным компом Что в игру можно 5 минут заходить Видя черный экран Он как бы начинает Там 9х обновлять Еще что-то делать Думает что игра не работает Потом удаляет ее Все как бы Типа такого Вот Так что вы очень многих игроков потеряли Серьезно Вы очень многих игроков Из-за этого потеряли То же самое с пингом Вот эти вот Понимаете Когда человек живет в Москве Он привык Что у него там В местных наших СНГ каких-то играх Там потенциально И так далее Что у него пинг там 5 максимум Что у него Как бы Даже особо не лагает Если он живет где-нибудь в Питере Там допустим в Москве Что у него там Условно даже на каких-нибудь Немецких серваках В каком-нибудь там В Франкфурте В Apex Legends У него все-таки Ну особо не лагает И тут блин Варфейс Вот он под боком Сервер сука Пинг там до 50 До 80 подпрыгнул Ну ладно подпрыгнул пинг Это фигня Так почему лагает еще Кровь какая-то летит Урона нету Как бы это тоже для игры Играть дичь Поэтому Самая главная большая проблема Дорогие Астром Энтертеймент Это техническая часть у вас Она у вас просто Будем честны Она у вас на дне Она у вас вообще там Дно пробито И неоднократно Никто из прошлых разработчиков Я не помню Чтобы прошлые разработчики До такого состояния Доводили игру Вам надо над этим работать Я понимаю Что есть какие-то Технические проблемы Которые могут подождать Но Друзья Черные экраны Отвратительная работа серверов Когда люди вылетают Когда У людей Три компа Опять же То есть Когда люди заходят По 5-10 минут В игру Это не просто Технические проблемы Которые можно убрать В дальний ящик Нет Нет И еще раз Нет Это критические проблемы Которые должны быть Решены В кратчайшие сроки Если даже для этого Требуется привлекать Сторонних сотрудников Нанимать Звать Из других отделов Которые какой-то опыт имеют Просто чтобы сидели И копались И понимали Что происходит Такие проблемы Надо решать Моментально Это как пожар И должна быть пожарная команда Если эти проблемы Решаться Своевременно Не будут Можете называть Меня паникером Но я боюсь Друзья Такими темпами Когда у нас Супер критические проблемы Решаются по 2 месяца Наш проект Я боюсь Долго Не проживет Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...